Ну что, позанимаемся. Добрый вечер. Наша сегодняшняя встреча такая, как сказать, для нас очень утилитарная. Мы проводим время в путешествиях, связанных с Сенцами Мист, и изучаем там что-то внимательно, Данты, города, еще что-то. И обычно перед тем, как отправиться в путешествие, мы даем какие-то материалы. И поскольку сковороду мы читаем с разными людьми в разных обстоятельствах, разной степени подготовленности и так далее, то нужно какой-то короткий вступ, в котором описывается определенный подход к нему, тот подход, с которым мы путешествуем. И, как нам кажется, он, собственно говоря, полезен для того, чтобы как-то вместе со сковородой, друг с другом проживать войну и понимать, как мы смотрим в будущее. И, ну, должно быть такое видео. Поэтому мы решили изготовить сегодня видео, которое потом будем как-то группам этим предлагать в качестве введения. Поэтому вступ. Вступ – это вступ. Надо сегодня собрать какие-то общие принципы. Для меня удивительно, что больше половины людей мне не знакомы. Значит, и немножко в Кубу Гуру непривычен этот формат лекций. Это такое немножко странное дело. Кубу Гуру – это образовательный проект, который Андрей учредил. И для нас очень важно, что это не лекции, не передача знаний, не просвита, а приглашение к взрослым деятельным людям каким-то образом коммуницировать, встречаться, общаться для того, чтобы что-то рождать вместе. Поэтому вот как бы сегодняшняя лекция максимально похожа на противоветительскую. И это мне не очень нравится. Поэтому после какого-то выступления можем поговорить. Я надеюсь, какие-то вещи для вас важны. То есть сегодня мы попробуем определиться с какими-то простейшими вещами, связанными со сковородой. Видение первое. Видение первое. Кто бы мог подумать, что 300-летие сковороды совпадет с началом войны. И 22-й год – это год 300-летия сковороды и год 300-летия его двойника, духовного двойника, который, как мне кажется, украинцы забыли отпраздновать. Ну так, сковороду тоже не сильно праздновали, а хоть как-то. А второго забыли. Тоже полтавчанин, тоже ключевая фигура, тоже духовная революция 18 века – это святой Паисий Величковский. Очень важно, что они оба из одного региона полтавщины. И очень важно, что они родились в один год и умерли в один год. В 1722 году родились, в 94-м умерли. И в каком-то смысле 18 век – это эти два человека. Я не знаю, как вы знакомы с Паисием Величковским. Обычно в православном мире его принято знать, потому что это человек, который фактически перезапустил традицию старчества, духовного руководства. Слово «старец» появилось в православной традиции во многом благодаря Паисию Величковскому. Я сразу о нем скажу, чтобы потом каким-то образом это было стерео со сковородой. Это молодой человек из Полтавы, который должен был стать настоятелем собора в Полтаве, но не стал. Мама очень хотела. А он сбежал фактически в поисках духовного руководства. Так бывает с людьми. Когда мы ищем проводников, духовное руководство, еще что-то, то мы думаем, что оно где-то есть. Но, например, в Киеве. Отправляемся в Киев. В его годы это была Киево-Могилянская академия, как и в случае со сковородой. Сковорода точно также отправляется из Лохвицкого по Виту сюда, в Киев, что-то учат. И они оба не доучиваются. Никаких документальных подтверждений, что они учились в одни годы, не существует. Они не доучивают, не заканчивают Могилянскую академию. И вот здесь как-то их траектория немножко расходится. Но Паисий в поисках духовного руководства гуляет по монастырям, ищет каких-то невидимых старцев. Они оказываются действительно невидимые. Все говорят, что не есть, а их нет. Он живет по каким-то киевским монастырям, ищет, не находит. Все духовные руководители говорят, что надо идти куда-то дальше искать. Он проходит насквозь весь православный мир, приходит на Афон. Оказывается, старцев нет и там. И тогда Паисий делает очень простую вещь. Зато есть книги. И он начинает, читая книги, изучая книги, обсуждая книги, жить какую-то... И стараясь по ним, как по навигатору, разбираться с самим собой, он становится человеком, вокруг которого собираются монахи. Они приходят к нему как старцы, он им объясняет, что он не старец никакой, не духовный руководитель. Он просто по книжкам читает. И они могут вместе по картам попробовать пробраться куда надо. И так формируется его традиция. И когда он уезжает с Афона, вместе с ним уезжают там сотни людей. И появляется огромный монастырь, который сейчас расположен на территории Румынии. И в православный мир Паисий приносит новую традицию ученого монашества, духовного руководства, основанного на переоткрытии через какие-то тексты, истоки, найденные им. Вот этот образ поликультурного ученого монаха, который черпает какую-то практику, импульс духовного руководства и через возрождение определенной заснувшей традиции. Он, конечно, очень нужен для 18 века, и тоже красиво его рассматривать рядом со сковородой. Вот сегодня в православной традиции слово «старец» это такое уже почти как святой. Но что интересно, что сковорода письма часто подписывал старчик. То есть его время это была еще не какая-то святость, это была какая-то новая позиция. Новая позиция. Если очень коротко, то Паисий Величковский переучредил традицию духовного руководства для монахов, священников и людей, ищущих какого-то духовного пути. Сковорода предложил кое-что другое, но тоже духовное руководство. И в этом смысле 18 век это век переоткрытия какой-то формы руководства или сопровождения взрослых людей. Вот если не спешить называть это современными словами, или наоборот поспешить, то сковорода и Паисий это два человека, которые открывают эту возможность сопровождения взрослых людей. Короче говоря, это 1922 год, и когда началась война, то, конечно, на первый взгляд оказалось, что сковорода нам не сильно может помочь. Но так вышло, что мы воюем, а параллельно что-то происходит. И вот, в общем-то, первый вопрос или первый тезис в том, что мне кажется, и я готов как бы это аргументировать, мне кажется, что сковорода это один из самых важных людей, которые способны сопровождать украинцев во время войны и отвечать на самые ключевые, горящие, болезненные вопросы, которые перед нами встают. То есть в этом смысле не только сопроводитель 18 века, но и автор, который должен быть сегодня реактуализирован. Поэтому это не лекция просвещенческая, историческая лекция по истории 18 века. Скорее, это разговор со сковородой по поводу нас самих. И для меня очень важно показать, что в нем этот потенциал есть. Так что сковорода дождался 1922 года. Но мне нравится всегда напоминать, что в какие-то ключевые украинские моменты истории эти наши великаны, они где-то рядом. Когда был 14-й год, Майдан, это было 200-летие Тараса Григорьевича Шевченко. И поскольку я из Харькова, из сковорода, в каком-то смысле харьковчанин, то это было удивительно, что вот Майдан, Харьковский Майдан, стоял под памятником Шевченко, а не там, где он должен был стоять. Но потом это все как бы вернуло историцей, потому что юбилей, 8-9 марта, в этот день проходила самая большая манифестация в Харькове, там многотысячная. И Тарас сверху с памятника смотрел, я смотрел на Тараса и понимал, что кажется, это лучший день рождения, который могли ему устроить вообще. Думаю, таких, так он еще не святкував. Вот и, ну и сковорода тоже. Меньше всего можно представить сковороду как такого духовного лидера во время войны, но так вышло. Это уже навсегда в истории Украины, и желательно, чтобы мы сами это заметили. 500 гривневая купюра появилась до войны, это очень важно. И поэтому нужно вернуться к какому-то образу, который во время войны, давайте так, в 22-м году появилось несколько новых таких военных версий портрета сковороды, но для меня важный в положительном смысле. Это альбом Жадана Сковороденс, если вы не слышали, то послушайте. Это очень честная попытка пропеть некоторые из Сада Божественных Песен Сковороды, ну, Жаданом. И это хороший альбом. И второй видеоматериал, это фильм, который сделал Любка Дереш, со товарищей, называется «Квита экстазу». Ну, тоже в Ютубе там есть. Это две очень-очень серьезных работы. Есть несерьезные, но их не будем упоминать. Вот, кто такой сковорода для нас? В любой аудитории. Ну, раз вы пришли, то, значит, скорее всего, вы про него что-то уже знаете. Но для Украины кто такой сковорода? Конечно, это школьная программа. Школьная программа — это страшно. И, как бы, это, как бы, кто туда попал, он почитаем, но не читаем обычно. То есть нужны специальные усилия, чтобы перечитать школьную программу. И сковорода в ней. Это значит, что есть образ сковороды и школьной программы. Это первый образ. Странно немножко, что украинская школьная программа до сих пор транслирует образ, который был сформирован в Советском Союзе. Это как раз неудивительно. То есть мы до сих пор в постсоветском сковороде, как бы, находимся. Многие люди, которые учат в школе. И визуальный образ — это, конечно, памятник Ивана Кавалеридзе неподалеку. На Контрактовой площади могилянцы его регулярно моют от голубей. Есть там такой ритуал в могилянской академии — мыть сковороду очень симпатичный. Сковороде повезло. Я не знаю, кого еще моют так регулярно. Но вот, в общем, сковорода моется. Его почитают очень, как сказать, деятельно. Его моют, но все-таки он никогда не был босым, никогда не был с палочкой, никогда не ходил в бедной одежде. Вот этот образ народного сковороды, просто народного, который экономил на обуви, там, очень любил ходить, как народный, как это сказать, зожник. Там по земле и по траве. Вот этого всего не было. Вот этого всего не было. Достаточно упомянуть, чтобы уже эту тему закрыть, чтобы не повторять про лимоны и всякие роскошества в его жизни. Достаточно сказать, что у него были швейцарские часы. В 18 веке часы только начинались вообще швейцарские. То есть, это были не просто самые дорогие часы, а такие часы, которые всем часам часы. И если вы видите человека с вот такими часами до сих пор где-то, то вы должны знать, что сковороды были не хуже. И вот поэтому представлять этот образ сковороды, народного сковороды, это очень важный образ, 20-е годы. Он рожден не Иваном Кавалеридзе. Его в этот образ закатал величайший сковородиновед и вообще историк Дмитрий Боголей, который, во-первых, имел отношение к переизданию его всех текстов в юбилейный год. Двухтомник сковороды произвел целую революцию в конце 19 века. Когда его издали, все впервые смогли прочитать эти тексты, наконец, опубликованными в нормальном виде. И это была очень неожиданная встреча людей с текстами сковороды. Конец 19 века, то есть, 1994 год. 1894 год. И они вышли под редакцией сковороды. Что надо сделать? Ничего? И потом тот же самый Боголей написал в 20-е годы книжку о сковороде. Ну и там уже сковорода, конечно, народный философ, босоногий, все как надо. И, ну, сковорода таким не было. Можно там спорить или не спорить, но когда сегодня вы видите очередной памятник с босоногим сковородой, это уже, как сказать, перебор. Полтавчане пытаются установить на площади славы. Там у них стоит под стеклом подарок. Мне стыдно, но это, как это называется, испанский стыд? Стыдно за харьковчан. Я харьковчанин, да? Харьковчане подарили в Полтаве очередного босоногого сковороду. Он, слава Богу, маленький. Это пока макет, но... И, в общем, есть целая акция, чтобы... Ну, попытка обуть сковороду. Вот, но... В общем, наша лекция в каком-то смысле это тоже вклад в то, чтобы его обуть, наконец. Да, и второй образ сковороды. Ну, со школьной программой всегда так поступают. Когда есть образ, закатанный в школьную программу, появляются какие-то анархисты, контркультурщики, которые спасают наших классиков. Ну, по-моему, всех уже классиков украинской литературы переиздали в модных обложках. Поэтому со сковородой тоже надо. Слава Богу, сковороду в хипстера превращали тоже не последние люди. И я всегда отправляю к картине Александра Ройтбурда «Сковорода. Сад божественных писаний». Там вот тут сковорода, хипстер. Сидит в раю в красивой, элегантной модной одежде. Играет на музыкальном инструменте. Вокруг него райские кущи, животные, птицы, вся красота. И, в общем-то, этот образ как-то, конечно, совпадает с главной фразой сковороды после его автоэпитафии. Конечно, я думаю, я не сильно ошибусь, если скажу, что самый популярный текст сковороды – это автоэпитафия. Это сковорода под редакцией Ушкалова. Профессора Ушкалова, выдающегося украинского украиниста и исследователя сковороды. И вот это весь сковорода, прокомментированный Ушкаловым. Больше ничего нет. Здесь комментарий, наверное, треть книги. Ну, вот так выглядит. Если что, очень удобно носить, передвигаться, драться и все. Очень полезно. Особенно и смешно, что сковорода никогда ничего, и свои тексты ни разу не публиковал. Вот. И он бы удивился, что он столько написал. Это посвящается всем авторам Фейсбука, значит, и так далее. Когда мы пишем заметки, мы даже не подозреваем, как много мы пишем. Потом кто-то сделает вот такую книжку. Будет страшно, будет страшно. Это переписка во многом. Итак, текст 1766 года. «Начальная дверь ко христианскому добронравию для молодого шняхетства Харьковской губернии анновлена в 1780 году». И эта книжка, вообще говоря, более или менее скучный конспект лекции, которую он читал в Харьковском коллегиуме, где он уже понял, что он по призванию человек, который сопровождает подростков. И, ну, как все конспекты, они не обязаны быть выдающимися художественными произведениями. Это просто конспект, очень маленький текст. И он начинается в преддверии знаменитой фразы «Благодарение блаженному Богу о том, что нужное сделано нетрудным, а трудное – ненужным». Первое предложение, он же первый абзац. Вот мне всегда было интересно, откуда берется хипстерский образ сковороды, который преследует украинцев. Самые умные люди его продолжают транслировать. Но, там, например, в одном из фильмов о сковороде задумчивый голос ведущего сказал, что сковорода был не признан своими современниками и поэтому предпочитал большую часть времени проводить в одиночестве, на пасеках, в лесах, петь песни птицам, ну и все такое. Он никогда не был одиноким человеком, всего его окружали десятки людей. Каждый день он писал письма. Это корреспонденция из десятков писем на нескольких языках. Всегда ему было с кем общаться, о чем писать. В общем, вот этот образ сковороды, который по пасекам ходит и никуда не спешит, хипстерский образ. Есть книга хипстерская, я ее не взял. Вы ее, наверное, знаете, такая очень красивая, с голубым колешком, такой сковорода с ним. В нем такая растаманская версия сковороды с очень хорошей подборкой текстов. Во всех книжных магазинах украинских есть. Очень-очень хорошая книжка, просто сковорода все-таки. Там что-то хипстер, веган и йог, по-моему, значит, подзаголовок. Ну, в общем, если вы хипстер или веган, или йог, или хотя бы зожник, то вам надо ту книжку купить. Вам она будет очень нравиться. Значит, если нет, то вот эту придется носить. Значит, и там помещается в сумку. Значит, и смотрите, как эту фразу понимать? Мне кажется, что хипстерский партнерской бороды связан только с этой фразой. Потому что когда любого неподготовленного человека спрашиваешь, как вы себе представляете человека, который без шуток, всерьез решил практиковать эту. Он просто каждый день встает и молится. «Благодарение блаженному Богу» и не улыбается при этом. «Благодарение блаженному Богу о том, что нужное сделал нетрудным, а трудное – ненужным». Как этот человек должен выглядеть? Ну, как-то очень более-менее расслаблено. Как-то не особенно спеша. Трудное – ненужное, нужное – нетрудное. Это почти песня. А, кстати, и песню мы записали в 1922 году, посвященную Сковороде. Там была расшита эта строчка просто. Ну, и песня хипстерская более-менее. И я забыл, как она называется. Но, смотрите, это второй образ. И как будто бы украинцы в 1922 год входили с этими двумя портретами. Либо вот этот босоногий мальчик, который там стихи какие-то пишет, на дудочке играет, мед очень любит, птицами разговаривает. И, конечно, умирает до слез, когда за народ. За народ очень заступается. А с другой стороны, вот этот хипстер модный со швейцарскими часами, который никуда не спешит. И как бы и оба образа, они очень хорошие, но они просто не кстати очень. И когда 1922 год приближался с выдавцем Александром Савчуком, или просто с Александром Савчуком, который издал эту книжку, мы обсуждали, как мы собираемся праздновать, что за год нас ждет и так далее. И мы как-то начали обсуждать, какой перед нами сковорода. И я понял, что надо держать какой-то ответственный ответ перед собой, за кого я его принимаю, на чем это основано. И вот где-то с 1921 года я стал упорядочить свои представления о сковороде, потому что они были все, их было много, потому что я его любил всегда. С 1993 года любил последовательно, дисциплинированно. Но вот как-то повода собрать это все не было. И когда я начал его собирать, я оказался, что это не первый, не второй, а некий третий сковорода. Вот этот третий сковорода, ну, собственно, я сегодня его представляю. Значит, кто такой третий сковорода? Однажды я встретил в коридоре Александра Саврука, руководителя Киева-Могилянской бизнес-школы. Он меня спросил, чем я занимаюсь, я ответил, сковородой. И он, улыбнувшись, сказал, ну что, три мира, две природы, принцип сродства? И я тогда понял, что он более-менее элегантно за 10 секунд пересказал все, что должен знать украинец по школьной программе про сковороду. Это ровно это. Я потом проверил, ЗНО, все, это вот эти три тезиса. Надо знать три мира, две природы и принцип сродства. И я понял, что, слава богу, мой сковородание, это не эти три вещи, а что-то другое без этого. Значит, кто это такой? Первая простейшая вещь, которая озадачивает, я даже считаю, что это снипое пятно украинское, это ученики сковороды. Ученики сковороды. Среди этих учеников есть губернаторы, создатели департаментов, инженерных, министерства просвещения, горнодобывающей промышленности, есть руководители городов и губерний, есть люди, занятые системой образования, градоустройства, устроительства, но нету ни одного поэта, философа, игрока на флейте. Поразительным образом сковорода воспитывал всю свою жизнь каких-то странных людей, классических студентов бизнес-школ, и о школе даршеуправления. Вот просто это его контингент был. Я думал, что какие-то исключения найдутся, не находятся, не находятся. Значит, давайте сложим его биографию из трех частей этого молодого человека. То есть он как поехал из дома, и мы посетили это село Лохвица. Не знаю, был там кто-то или нет? Интересно, поднимите руки. Я люблю странные статистики. Два человека в аудитории. Полтавского? А? Нет, это в Харькове. Это в музее Смеча. Райт-центр. Райт-центр. В Охвицком музее сковороды меня поразил только один документ. То, как выглядит выпускной документ человека в то время, в начале XVIII века, в середине закончившего самый низший уровень казацкого образования. Этот документ выглядит гораздо серьезнее, чем диплом студента Харьковского национального университета. Это вот такой документ небывалой красоты. Из этого села буквально в Могилянку поехало несколько человек в один год. Если умножить на все подобные села в Йетманщине, то это потрясающий результат уровня образования. То есть, это молодой человек, который приехал в Могилянку, не особенно тут прославился своей учебой. Кстати, это тоже какая-то общая черта. Куда бы он ни приехал, может, это наша национальная традиция. Короче, Могилянку он не закончил. Ему больше понравилось петь. Его забрали в Петербург петь. Это путь, как бы сказать, проторенный. Алексей Разумовский уже этот аттракцион повторил и стал правителем Российской империи. Значит, ну почему еще разок не попробовать? И все украинцы как бы проходили экзамен, ехали петь. Сковорода в Петербурге поет в оперу. И вот это оперный певец сковорода многих смущает очень. Представить сковороду поющего оперу выпускник украинской школы не может. Как это? Но он вернулся в Киев вместе с обозом Елизаветы, императрицей Елизаветы. В Киев попели они тут попели в качестве сопровождения императрицы. Ну и он в Киеве остался. Уже обратно не поехал. После этого он отправился в Венгрию как участник экспедиции связанной с токайским вином. Принимал участие в этом серьезнейшем государственном деле закупке токайского вина и вообще ничего смешного потому что это целое министерство закупавшее дипломатический напиток. И где он там был в это время ходят одни слухи. Все карты которые вы увидите это карты нашей мечты. Так себе мы представляем образование. Поехали за одним выучили что-то другое. Значит есть самые сумасшедшие карты. Что он типа на выходные сходил в Италию там пока в Венгрии жил. Сейчас можно проверить все. Но в общем он там как-то научился далеко ходить. Вот есть какие-то по слухам путешествия которые он совершил. Это целая огромная тема сковорода в Европе. важная важная на которую потом смог развить Дмитрий Иванович Чижевский который в Германии написал ключевые работы 20 века о контекстуализации сковороды в контексте немецкой мистики и немецкой литературы того времени того века и предшествующего века. Так что это очень серьезный период когда у сковороды происходит какая-то синхронизация потом он возвращается в Украину старается работать как все нормальные люди ворп.юэй HR ему посоветовали Переславский колледж он поступил работал не задалось не задалось Переяславе очень любят сковороду там большой музей что вот у нас он работал важно что он не сработался с епископом потому что епископ решил ему рассказать как преподавать поэтику сковорода преподавал поэтику епископ считал что так не надо сковорода настаивал на том что он лучше знает чем епископ и и ушел оттуда сбежал это важный момент вообще вот советской традиции было принято смеяться над церковниками которых сковорода здорово вышучивал это полная ерунда потому что все встречи сковороды с церковными деятелями были содержательные вот например этот конфликт с епископом показывал что сковорода уже что-то понимал по поводу того что сопровождать дворян и сопровождать духовных людей надо по-разному шляхедство и путь священничества это разные пути и если епископ указалось что вся модель образования церковная то сковорода понимал что есть люди которым надо как-то по-другому все заводить и епископ был не рад и сковорода ушел но ему повезло он попал в идеальную семью где я думаю его призвание раскрылось там же он пишет и первую песню из сада божественных песен все у него там как-то начинается это семья полковника Тамары Степана Тамары ему дан мальчик на воспитание один мальчик и ну как мы знаем с этого момента у сковороды очень здорово получается строить отношения учитель-ученик с одним человеком двумя человеками тремя человеками группой учеников но никогда не с институцией и вот сама ставка на это вначале выглядело очень просто домашний учитель Степан Тамара и случилась эта драма знаменитая которая во всех школьных учебниках описана но меня особенно травмировала каждый раз в Харьковском музей сковороды в Сковородиновке в которой попала русская ракета там была картина я надеюсь ее уже никто не восстановит значит ужасно там было изображено как сцена когда сковорода такой гордый очень своему ученику говорит что он свинячья голова а мама которая такая высокомерная говорит отнюючь и сковороду отправляют вот эти бабари изгоняют нашего великого умаслителя из дома это была такая пропагандистская просто картина в советском музее где показывалось как какое было серьезное достоинство нашего великого поэта что он не прогибался и вот так вот прямо в глаза говорил свинячья голова и когда я услышал про свинячью голову раз 15 это меня очень замучило я какое-то время взял и посвятил биографии свинячьей головы потом проверял школьной программе это действительно рассказывают про свинячью голову более-менее это такой базовый миф оказалось что во-первых сковорода вернулся его вернули насильно он ушел в Москву работать в Троице Сергеево Лавру где все были его друзья настоятель Троице Сергеево Лавры был его друг по могилянке это вообще как бы рассвет могилянцев и поэтому они сковороду пытались там оставить библиотекалям слава богу не получилось и значит заманили его к тому же самому Тамаре домой всякими правдами неправдами и с этого момента начинается уже великая история учителя ученика и так появляется Василь Степанович Тамара один из самых ярких людей второй половины 18 века на его примере уже видно что сковорода не был учителем для возраста он не был преподавателем для подростка потому что с Тамарой они дружили всю жизнь переписка сохранилась в этой книжке есть и Тамара умер действительным тайным советником в 1812 году одним из важнейших дипломатов в Российской империи другом Жозефа Деместра одного из главных консервативных мыслителей Европы там говорят мартинистам все были масонные мартинисты сковорода не был и Тамара был человеком который был переводчиком секретарем Потемкина устроителем грузино-российских отношений послом в Константинополе и одним из пяти как говорили про него одним из пяти человек определявших внешнюю политику Российской империи вот этот Василий Степанович все время к себе сковороду звал сковорода не спешил но не потому что как-то как говорят там пренебрегал отношениями а по другой причине он считал что важно держать напряженными отношениями содержателями и поддерживал всю жизнь после этого сковорода так и жил по друзьям в какой-то момент он понял что это навсегда такой образ жизни конечно несколько раз сходил в Харьков в коллегиум попреподавать но каждый раз это было в том числе и просьба друзей о своих детях которых он подхватывал конечно самый знаменитый его ученик это Михаил Ковалинский сын его друга ради которого его и других подростков сковорода сограшается очередной раз идти в Харьковский коллегиум это величайшая история и мне до сих пор жалко что не переиздается книга их дружбы переписки потому что в европейской культуре не так уж много памятников дружбе когда два человека феномен дружбы плохо изучен вот в украинской культуре такая сильнейший пример дружбы это сковорода Ковалинский переписка всю жизнь это его ученик который встречает учителя и до конца они вместе и последний адрес сковороды перед смертным адресом это имение Ковалинского Ковалинский был губернатором в Рязани домашним воспитателем детей Кирилла Разумовского президента Академии наук Российской Академии наук человеком который 50 лет возглавлял эту академию и в конце концов куратором Московского университета и так далее и так далее это Михаил Ковалинский и сковорода в Харьковском коллегиуме появляется но у него там тоже не очень получается его изгоняют несколько раз и конечно есть знаменитая история трудоустройства сковороды сковороду призвал еще один святой канонизированный в церкви святитель Иасов Белгородский его сейчас зовут святитель Иасов Белгородский это был друг сковороды епископ который в Белгороде как это сказать нашем украинском Белгороде развернул образовательное пространство и призвал туда сковороду сковорода с радостью отозвался пришел и возник вопрос в отделе кадров для того чтобы формально работать в учреждениях учебных надо было как-то оформляться чтобы оформляться надо было принять хоть какой-то духовный сан стать монахом священником ну хоть кем-то ему было обещано что хоть кого-то из него сделают ему это страшно не нравилась эта формализация институализация значит Иасов подозревал что плохо покончится поэтому он очень деликатно попросил ближайшего друга сковороду поговорить с ним в свободное время каких-то ну так нежно нежно зайти и спросить не против ли он в принципе когда-нибудь принять монашество или что-нибудь такое и на следующий день сковорода исчез поскольку интернета не было телеграфа не было файсбука не было они сразу все поняли что перестарались потеряли сковороду и сковорода куда-то ушел к друзьям опять практиковать вот это важное и нетрудное значит и пропал обычно эту историю выдают так что церковники там пытались значит сделать из него кого-то для них нужно это неправда потому что церковники это был например святитель Иасов это один из последних могилянцев который понимал куда дело клонится дело клонилось к окончанию великой эпохи когда большинство подавляющее большинство епископов российской православной церкви это были выпускники Киева-Могилянской академии и Иасов Белгородский понимал что начали ставить священников и епископов не по уровню подготовки а по принципу рождения перестали украинцев приглашать зная что они как-то связаны все-таки с Украиной украинство стало плохой меткой и перестали их приглашать а до этого то есть Иасов был последний кто видел этот процесс из Коврада сбегает для нас для вот этого понимания его портрета очень важно что он ухватывает эту тему сопровождения сейчас бы сказали менторство тютерство коуча чего еще андрогог воспитатель взрослых людей да вот все это Сковорода понял и принял и вдруг с ним случилось поворотное событие в жизни опять простите я на всех лекциях это повторяю но меня удивляет что этого нет в школьной программе потому что жизнь Сковороды поделилась на две части до этого события и после этого события и он бы мог так и умереть не написав почти ничего большая часть его произведения написана после события то есть очень важно что он прожил с 22 по 94 то есть 72 года 72 года и до почти 50 лет почти до 50 лет он жил в каком-то состоянии в то время людей как бы долго они особенно не жили то есть он большую часть жизни не жил как автор текстов вот все большинство 80% этих текстов больше даже написаны после события с ним что-то такое встряска произошло после которой родился Новый Сковорода в 20 веке любят говорить о разных мыслителях там Хайдеггер 1 Хайдеггер 2 Витгенштейн 1 Витгенштейн 2 вот про Сковороду так тоже можно сказать был Сковорода 1 и стал Сковорода 2 это событие 72 год 70 или 70 между 70 и 72 когда он совершал в Киев любимое им то что сейчас называют образовательное путешествие он собрал своих подростков повез Киев им показывать водил по Киеву приводил во все центры которые он считал важными показывал своим ученикам что надо показать знакомил с кем надо известны эти маршруты и недавно в 22 году София Киевская Игорь Нетуды Хаткин разработал выставку Сковорода в Софии Киевской если вас эта тема волнует и вы ни разу это не видели попробуйте сходить Игорь Нетуды Хаткин сейчас заведующий отделом национального заповедника София Киевская и заведует он отделом собственно храмом собственно храмом Софии Киевской и его там легко обнаружить если вы с ней поговорите с ним то он вам проведет экскурсию Сковорода Софии Киевской и удивительно что это рассвет Софии и Сковорода водит туда своих учеников и вот однажды он приехал в Киев Китай в Пустынь София Киевская подол все все показал его не отпускали он спускался по Андреевскому спуску и примерно на уровне Андреевской церкви чуть ниже с ним случилось таинственное событие он столкнулся со стеной непроходимой воней какой-то трупная трупная вонь он почувствовал какую-то такую вонь которую он пройти не мог он как бы уперся в стену это вам наверное что-то напоминает сюжет я не знаю почему это так но это напоминает Марию Египетского но это анти-Мария Египетская когда человек не может пройти все проходят а он нет вот он хотел спуститься на подул но так и не смог развернулся и вернулся и друзьям сказал что это его Бог позвал ему надо уходить из города они не могли этому препятствовать хотя пытались и он ушел всю дорогу он не знал что это значит а потом когда пришел в Ахтырку в Сумской области к своему другу в Ахтырский монастырь он ему ну пришел с этим вопросом что это было интернета не было оказалось что связано это с тем что в Киеве эпидемия значит город вымирает сковороду как бы увело из города во время эпидемии он понял что он выжил ну выжил для чего-то что-то Бог от него хочет раз он его так странно спас и он гуляя по саду переживает мистическое событие значит мистическая сила такой как бы трансформационной силы что в любой другой культуре в этом месте бы не то что памятник поставили а это были бы туристические туры на место силы я не знаю что вы знаете про Сёрина Киркегора но по-моему только ленивые не знают что одним из важнейших событий европейской философии 19 века было разрыв помолвки между Сёриным Киркегором и Региной Ольцем если вы приедете в Скандинавию вы увидите напалечные куклы Киркегора и Регины Ольцем детскую школьную программу все что хотите увидите и вот такие события мести там например амулет Паскаля когда у Паскаля была страшная ночь он говорил с Богом и ночь была настолько страшная что он написал записку Паскаль блеск Паскаль написал записку и вшил себе в одежду и носил всю жизнь чтобы никогда не забывать что это страшная ночь его жизни была он встретил живого Бога одним словом про эту записку которая найдена была в одежде Паскаля знает весь мир ее публикуют в собраниях сочинений значит текст этой записки можете посмотреть что пишут люди в таком состоянии но одним словом когда с людьми такое случается это оказывает влияние на культуру обычно об этом помнят но посмотрите биографии сковороды они пишутся гладенько как будто бы Григорий Савель с самого детства понимал кто он такой чем он занимался и так далее на самом деле это был человек переживший существенный разрыв жизни на уровне жизни и смерти это смерть и воскресенье вот и в этом монастыре случается это событие и потом в конце жизни через 20 лет когда он уже старенький и тоже это момент такой незабываемый представьте себе старика 70 лет 70 почти 2 года 71 год который не то что кардио шаги он никаких других шагов не делал только кардио он никогда ни на чем не ездил он все ходил пешком и вот он получает сообщение что его друг друг это друг Михаил Ковалинский разжалован изнан за коррупцию у него умер 4-х месячный мальчик рухнула жизнь у этого чиновника и так далее но для Сковороды это его просто ближайший друг и все это происходит далековато там где-то уже в России значит и этот Ковалинский пишет Сковороде письмо там приходи пожалуйста приходи Сковорода собирает вещи идет идет пешком 71 год идет спасать ученика у которого депрессия мягко говоря депрессия просто все рухнуло идет спасать и на штуку Ковалинский рассчитывает что если он дойдет то он ему построил уже во своем дворце там домик в саду Сковорода останется навсегда тут прям ну получит содержание и так далее и Сковорода действительно приходит все сделал прожил сколько надо это одному Сковороде было известно сколько надо и это не единственное вот такое путешествие в жизни к брату Ковалинского он примерно так же сходил пешком в Таганрог сейчас даже на карту страшно смотреть и на поезде не близко и на машине не близко опять зачем его понесло в Таганрог ему человек написал письмо что ему реально плохо представьте себе просто составьте список в нашем дружелюбном мире сколько в вашей компании есть друзей которым вы напишете слушай что-то мне фиговато и через пару месяцев этот человек придет пешком к вам домой это же странно такое представлять особенно когда ему 71 год и вот он приходит и вот он приходит у них состоялась эта совместная жизнь в результате которой Сковорода ведет себя странно он все надиктовывает надиктовывает он переиллюстрирует свое творчество нумерует свои тексты простите за такие детали но он жил мягко говоря в эпоху Гутенберга но уже книги были у всех много книг он не написал ни одного текста который бы хотел увидеть опубликованным он не писал книги для публикации поэтому эти книги все которые мы читаем это немножко нелегально это нарушение авторских прав значит Сковорода не хотел этого видеть на бумаге черным по белому короче это не для нас он писал вот и он все-таки пересчитывает нумерует полный список своих произведений чтобы не было сомнений у кого и где находится он рассказывает свою жизнь во всех подробностях своему ближайшему другу но он и друг не сразу понял что они прощаются это очень интересный момент я просто Данте еще преподаю в перерывах между Сковородой и значит там есть такой великий момент когда Вергилий предупреждает Данте что это их последняя встреча и Вергилий говорит теперь я не раскрою рта вот просто ни слова не промолвил он прям прямым текстом целую песню прощается с Данте когда проводит его в земной рай вот Вергилий провел попрощался все сформулировал все ясно и четко объяснил своему ученику Данте а потом проходит какое-то количество песен и когда Данте особенно плохо вернее так нельзя говорить плохо особенно волнительно потому что это его встреча с Беатричей когда Данте напуган этой встречи не так он ее себе представлял он оборачивается смотрит и ищет Вергилия ищет А Вергилия а нет и Данте очень расстроен это очень важный момент потому что ученики когда с ними прощаются не понимают что с ними прощаются это общее свойство ученичества Обычно одна из глубочайших горечей нашей жизни заключается в том, что учителя прощаются, а мы в этот момент не способны это понять, что они по-настоящему прощаются, а не шутят. И вот здесь был такой же момент. Сковорода прощался с Ковалинским. Ковалинский ничего не понимал, но говорит и говорит. Слава Богу, что записывал. И благодаря этому у нас есть потрясающий текст. Не каждому человеку дано такой след по себе оставить. Если вы хотите прочитать твердую пищу о сковороде, то надо читать не биографию его, не изыскание, а жизнь Григория Сковороды Михаила Ковалинского, которую он написал сразу после смерти Сковороды в 1994 году. Это совершенно грандиозный текст, где просто слышно дыхание жизни. Вот он только что у него дома сидел и был, все это рассказывал, тот записывал. И вдруг внезапно Сковорода умирает, и Ковалинский все бросает и пишет этот текст. Здесь куча деталей очень интимных, личных, глубоких, важных, супер важных. Фактически, я думаю, что с тех пор ничего в сковородиноведении особенно существенно не добавлено. Вот этот текст Ковалинского, он достаточно большой. Если вы хотите почитать, он в доступе. И здесь есть удивительное место об этой точке перелома, случившейся со Сковородой. Ковалинский настолько ошарашен этой точкой, она его настолько потрясает, что он не решается это пересказывать. Он пишет это прямой речью. Диктофонов не было, но вот это такая смелость, вообще говоря, взять и загнать большое рассуждение. Может, он, конечно, стенографистом был, но вообще странно, что такие тексты стенографируются. Одним словом, во всей этой книге это кусок, где включается прямая речь сковороды. И написано, что он приехал к Архимандриду Венедикту, в Ахтырку, город. И сердце его до то ли почитала Бога Акираб, а то ли возлюбила его Акидруг. И о всем он рассказывал другу своему Таку. И дальше прямая речь сковороды. Имея разжженные мысли и чувства души моей благоговением и благодарностью к Богу, встав рано, пошел я в сад прогуляться. Первое ощущение, которое осязал я сердцем моим, была некая развязанность, свобода, бодрость, надежда с исполнением. Введя в сие расположение духа, всю волю и все желания мои, почувствовал я внутри себя чрезвычайное движение, которое преисполняло меня силой непонятной. Мгновенно изныяние некое сладчайшее наполнило душу мою, от которого вся внутренняя моя возгорелась огнем. И казалось, что в жилах моих пламенное течение круга обращалось. Я начал не ходить, но бегать. Аки, аки бы носим неким восхищением, не чувствуя в себе ни рук, ни ног, но будто бы весь я состоял из огненного состава, носимого в пространстве круга бытия. Весь мир исчез предо мною, одно чувство любви, благонадежности, спокойствия, вечности оживляло существование мое. Слезы полились из очей моих ручьями и разлили некую умиленную гармонию во весь состав мой. Я проник в себя, ощутил аки сыновнее любви уверения и с того часа посвятил себя на сыновнее повиновение Духу Божию. По прошествии двадцати четырех лет пересказывал он сие другу своему с особенным чувствованием, давая знать, коль близ нас есть Бог, колико помышляет о нас, хранит нас, якожи кокош птенцы своя под крылья своя собрав, ащи мы точию не удаляемся от него во мрачные желания воли нашей растленной. Такое добавление, то есть двадцать четыре года прошло, двадцать четыре, значит ему 49 лет в сковороде в этот момент. Текст такой достаточно странный, текст интимный, не для публикации. Это прямой рассказ Ковалинскому о том, что с ним случилось. После этого события сковорода перенюстрирует все тексты, которые он написал до этого. Он никогда тексты не редактировал, но он каждому тексту написанному дописал вступление, предисловие, которое как бы позволяет увидеть текст старый с учетом нового опыта. Это очень интересные тексты, то есть он не меняет в тексте ничего, но меняет свет. Это примерно как поднимать бумагу с водяными знаками на свет. Вот ты можешь просто читать и что-то там понимать, и это неплохо. А можешь поднять на свет и увидишь там то, что ты не видел раньше. И вот сковорода так поступает со всеми своими текстами. Он их как бы поднимает на свет этого опыта и показывает вот эту точку смещения. Что важно? Что было бы плохо, если бы он отредактировал. Он считает, что ничего редактировать не надо. И так все правильно написано. Просто раньше он этого света не был, а теперь появился. Если бы вы его спросили, а что собственно случилось вот одним предложением, то очень просто. До этого момента он говорил, что он сын Божий, а на самом деле был рабом, а благодаря этому событию он больше не раб, а друг. Друг Божий. Вот эта точка смещения из раба в друга, это, конечно, про это можем много часов лекций читать, но фактически это важнейшее мистическое событие, из которого рождается новая сковорода. И с этого момента он пишет много текстов. Вот почти все тексты сковороды написаны после этого события. Это совершенно поразительный факт, что сковорода это поздний автор. То есть это 70-е, 80-е, 90-е годы 18-го века. И после этого с ним случается поразительная история, когда он у Ковалинского все это ему рассказал, попрощался, Ковалинский не понял, и в какой-то момент он говорит, ну все, я пошел, меня друг зовет. Как этот друг зовет? Ну, опять, мы помним, 71 год, средняя полоса России, друг зовет, Ковалинский пытается спросить, а куда он зовет, но, видимо, в Киев. Видимо, в Киев зовет. Ковалинский пытается дать ему на дорогу все необходимое, что нужно старику, транспорт, деньги, еду и так далее. Сковорода улыбается и говорит, Михаил, что-то ты ничего не понял, еще разок, давай еще по порядку, я ни в чем не нуждаюсь, ты просто попробуй довериться. И на глазах у изумленного Ковалинского он уходит. Сковорода идет, в то время не было GPS, поэтому никто не может сказать, где он шел, но все думали, Сковалинский думал, что он идет в Киев, он сворачивает на Слобожанчине свой любимый Харьков, но оказывается, он идет не в Харьков, оказывается, он идет к своим друзьям Ковалевским в Пан Иваневку, так называемую, которая сегодня называется Сковородиновка, конечно, в честь Сковороды. Он идет в семью его учеников и мужа и жены, и очень важно, что жена Ковалевская была мамой Василя Назаровича Каразина. Вот эта связь с Харьковчаном до сих пор с трудом дается, но очень важная связь. Каразин потом рассказывал всем своим друзьям, что у него в огороде, дома у мамы, в имении, лежит величайший философ. И для всех это было как-то странно. Но что значит величайший философ? Это значит, что Каразин понимал, кто это. Конечно, семья понимала. Я не знаю, знаете ли кто такой Каразин, по-моему, это знают только о харьковчане. Значит, и в Харьковском университете это долгое время с иронией воспринимали и потребовалось время, чтобы понять, что все-таки это действительно фигура достойна того, чтобы его именем назывался Харьковский университет. Не только потому, что он его создал. Это одно из самых красивых, нелинейных решений 19 века, когда один человек одним письмом умудряется обмануть императора, ну, обмануть это неправильное слово, убедить, да, убедить, убедить императора, что где же еще строить национальный, как это национальный, императорский университет в Российской империи. Ну, где? Если есть в Москве, в Петербурге, то надо еще построить в Казани, ладно, там где-нибудь в каких-то европейских краях, ясно, но в Киеве не надо, зачем Киеве университет, надо в Харькове, конечно. Харьков это маленький-маленький городишко, сегодня это город Изюм, например, ну, или, короче, вокруг Харькова много таких городишек, которые, как Харьков, и вот представить себе, что это за аргумент такой, который заставляет, конечно, никто там не был, кроме Каразина, подошел из Харькова, и он, в общем, привел какие-то супераргументы, что в эту маленькую крепостишечку нужно завести университет, и университет заведен, и очень важное условие, что условием этого было то, что местные горожане, сообщество благородных горожан должно собрать деньги, указана была сумма, если они не собирают, университета не будет, так вот Харьков прославился тем, что собрали существенно больше этого минимума, и кто же эти люди, сейчас в Харькове я мечтаю, чтобы появились люди, которые, ну есть историки, которые мне подтверждали, что это в принципе можно сделать, просто поименно, ну если не всех, то значительную часть горожан выписать, кто деньги дал, и вот оказывается, что среди этих людей, ну значительная часть людей были ученики сковороды, вот этот ближайший друг людей, которые связаны были прямо со сковородой, и одним словом, Ковалевские были такой семьей, одна из такой семей, которые стояли у истоков Харьковского университета, в прямом смысле, мама накрутила сына, ну это так нельзя говорить, ну в общем, сын был как-то вдохновлен этой ситуацией в городе Харькове, о которой мы мало знаем, но университет появился, опять, ни в одном справочнике по истории Харьковского университета, я 30 лет преподавал в Харьковском университете, не написано, что у истоков Харьковского университета Стоянского рода, считается, что это как-то не очевидно, но вот просто без него бы денег не было, не то, что там идей, а денег не было, и в городах Харькова бы не было, честно говоря, если бы у Сковороды не были такие друзья, и все говорят, да ладно, ну что за друзья, просто хорошие люди, у которых он жил, чтобы понять уровень друзей, надо последнее сказать из его биографии, он приходит к своим друзьям домой, и есть такие друзья, которые, опять, для меня это, ну, настоящий камертон дружбы, если вы кому-то говорите, ты мой друг, но надо спросить, до какой степени друг, все говорят, да ладно, ну как до какой, абсолютный друг, безусловный, но есть серьезные условия, как мы можем далеко заходить в дружбе, вот для меня этот горизонт дружбы, это когда один друг другому говорит, можно я приду к тебе домой и умереть, и умирать буду не так, что вот приду, умру и все, не, долго, ну, представьте себе, вот мне кажется, это тоже факт, исторически потрясающий, как это вообще, вот просто написать друзьям, сказать, ребята, я к вам, я умираю, сейчас я экономлю на этой басне, но такое повторилось с Витгенштейном в 20 веке, он тоже пришел умирать друзьям Кембридж, в одну семью, которая согласилась, утешила его и сказала Людвигу, ничего не бойся, когда будет страшно и больно, рак у него был, просто приходи, мы знаем, как тебя, как с тобой быть, он пришел и умер по программе друзей, вот Сковорода точно так же пришел к своим друзьям Ковалевским, они ему выделили комнату, он там жил, все было прекрасно, куча анекдотов в Сковородиновке до сих пор, как это было, но в итоге он умер в этом доме и его могила там, ракета Пущина, ракета это один из самых, ну, таких, как сказать, не дорогих, а самых весомых с точки зрения семантической войны, которую Россия ведет против Украины, вообще непонятно никому, зачем они пустили ракету в Сковородиновку, но целая ракета попала ровно в музей, попала, музей уничтожен, музей ни одного подлинного экспоната, мы до войны, вот, были там в музее, ну, как бы, ну, жалко, ну, ужасно, но сказать, что там разрушена какая-то святыня, это чисто символический жест, ракета, пущенная на Харьков, может, у них тогда ракет еще много было, но это все-таки навсегда символ, что Россия начинала войну с уничтожения семантически значимых мест, вот одним из этих мест стало дом сковороды, могила не пострадала, могила в другом месте, в аллее, и вот это место прекрасной, с моей точки зрения, прекрасной смерти, и туда стоит ехать только потому, чтобы увидеть, что значит планировать смерть, вообще, и что это за друзья такие, которые готовы тебя принять не в жизнь, а в смерть. Итак, вот со сковородой номер три, вот не хипстером, не народным поэтом и философом, получается такая картина, что это был человек, который более-менее вовремя понял, что его судьба сопровождает взрослых людей в их деятельности. Каким-то странным образом эта его судьба связана с его мистическим опытом, пережитым в 50-летие. И опять, я это тоже как-то повторяю, особенно для педагогов, у всех преподавателей есть такая, ну не то что зависть, и же есть преподаватели среди нас, сколько-то есть, поднимите руки, что ни одного. Ого! Это высокий спортивный результат. Ну короче, тогда это тайное знание. У всех преподавателей есть ну такая как бы игра. Ты можешь что хочешь преподавать, но если у тебя учеников нет, ну 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 что ты там напреподавал. Ну не важно же. Можно, конечно, чем-то гордиться. Вот недавно я встретил выпускника биологического факультета 90-х годов. Он уже давно бизнесмен и давно не биолог, орнитолог. И он мне сказал, вы знаете, что такое были ваши лекции для нас? Я думал, что он сейчас начнет восхищаться, что не горит. Такое. Он сказал так, он сказал, смотрите, у нас в нашей жизни была суббота. Второй курс суббота первая пара. Он говорит, на втором курсе на первой паре мы старались не ходить. А в субботу это было ясно, что не надо ходить на первую пару. Ясно. И расписание было составлено так, что философию преподавали на первой паре в субботу и второй, а третий не было. Это просто вежливое приглашение не ходить. И он говорит, я никогда не ходил на первой паре в жизни. У меня был принцип. Это бесчеловечно. В 8 часов утра быть на паре. Он говорит, единственная пара, на которую я ходил, это была суббота, первая пара, когда вы у нас преподавали философию. Это высший орден, который у меня есть. Но на самом деле, высший я даже не знаю, но у каждого преподавателя есть свои такие маленькие победы. Господи, хочется глупости рассказать. Еще одна победа. Еще одна победа имеет отношение к Харькову, к Сковороде и так далее. Академия культуры в Харькове есть. Там мои любимые студенты были заочницы на факультете культурологии. Все женщины. Кто такие заочницы на факультете культурологии? Это женщины, которые занимаются, у них семья, дети, все, но они учатся, потому что они выезжают в другой город на сессию. Ему очень нравится. Это как отпуск такой. Ну, как бы, немножко извращенный, но отпуск. Когда ты едешь учиться в Харьков, чем бы ты ни занимался, там библиотека, музей, нет, все откладывается, семья, ты приходишь в аудиторию, где все слушатели переживают смешанные чувства. С одной стороны, они очень хотят учиться, потому что с ними давно этого не было, а с другой стороны, им хочется отдохнуть, потому что они в отпуске впервые. Значит, и вот непонятно, что делать. Вот эта внутренняя борьба, ты видишь там 20 человек, взрослых женщин, которые на тебя серьезно смотрят. Значит, что будем делать? Слушаем или бежим? Слушаем или бежим? Ну, это еще не проблема. Вызов настоящий, я осознал в тот момент, когда увидел, что в коридоре под аудиторией стоят одинокие, строгие мужчины с цветками. Значит, это откуда они брались, я не понимаю. Но вот эти мужчины с цветами, они ждали моих студенток, чтобы с ними вдумчиво провести отпуск. Ну, как-то, ну, культурно. Они были прекрасно одеты, от них хорошо пахло, они стояли с цветами и, значит, ждали, поджидали, когда мои студентки выйдут. А у нас три пары, а эти мужики, значит, появлялись после первой пары. И, значит, я понял, что вызов брошен. Я начал им говорить, слушайте, можете их пригласить, но чтобы они там в коридоре не стояли, просто пусть посидят. И эти мужчины с цветами приходили, сидели, и высшая победа заключалась в том, что, когда женщины уезжали домой, они приходили, дослушивали курс, до конца, они ходили на другие лекции. Значит, поэтому у преподавателей есть, но свои приколы, то есть, надо как-то понимать, ну, справился ты с задачей или нет. Вот сковорода справился, его никто не перебил. Ни один преподаватель бизнес-школы, государственного управления, больше не существует в Украине, университет, как он назывался, это высшая школа державного управления. Вот этого всего бардака уже у нас в стране нет. Держу управленцев в стране не нужны. Значит, поэтому школ нету, в принципе. Но если бы они были, там, наверное, были такие профессора, которые вот преподают всякую чепуху, а у тебя раз, и твой мальчик становится губернатором или первым вице-премьером. Ну, так, у преподавателя есть списки учеников, у которых что-то получилось, ну, такое. Так вот, у сковорода чемпион. Я до сих пор не знаю, у кого список лучше. Вот там, просто вот так. Департамент, губернатор, там, тайный советник, действительный тайный советник и так далее. Что это вообще за списки такие? Слава Богу. А? Ну, у нас же не такой образ сковороды обычно. То есть, он как-то у него, он не просто преподавал мальчикам, у него получалось, мягко говоря, у него нормальный послужной список. И вот, как бы, хорошая новость заключается в том, что мы можем ему не просто завидовать, а спросить его, Григорий Саевич, а как это у вас получалось? А сковорода все написал? Он молодец, он перед смертью, буквально перед смертью, написал два величайших текста, в которых описал свою методологию, коуча, тренинга, менторинга и андрогогические принципы. Все в небольших двух текстах описал, один называется «Благодарный Ероди», второй «Убогий Жайворонок». Прямо этому посвящены. Все принципы андрогогики сковороды выписаны. И поэтому можно не слушать мою лекцию, можно прочитать эти два текста. Продолжение следует...